Это Moscow Raceway, и мы уже в строю с Иваном. Ваня как будто бы счастлив. Мы видели всего лишь три дня назад. Но такое ощущение, что не виделись уже давно. Короче, мы задаем сегодня вопросы пилотам. Всем доброе утро. В общем, выскочили на утренние тренировочки. Все сидят, смотрят квалификацию. Сделали два проезда. Оказывается, было три проезда. Мы сделали два проезда. Здесь у нас исполнители какие-то ходят. Я не помню, как его зовут. Но типа помню, что читаю тропчину с матом. Тачка готова, все готово. Погодка, конечно, полный козел. Вчера ездили по сухому. Сегодня, как видите, у нас ливень. Такие дела. В целом, все две попытки проехал результативно. Так что, я думаю, все будет хорошо. Все, давайте подключайтесь. Болейте. Будем на связи. Сейчас забираемся. Выезжаем на Квалу. Стекла намазали, короче, хреновины, чтобы они не запотевали. Старт максимально отсрачиваю, чтобы долго не стоять при старте, чтобы влажность в салоне не повышалась. У нас дилектор тут сидит. Стул притащил с балкона. Смотрит. Машинки смотрят. Мы удаляемся, не удаляемся, а наоборот, переходим к анализу. Так, переходим к анализу и очень было тревожно. Че ты делаешь, Макс? М-м-м-м. Сейчас сидим в пробке. Берем квалификацию. Еду после Тиватара. Еду я. Сейчас передо мной еще гриха. Вахт и лёг. Потом Тиватар и я. В общем, пока... Пока не запотел. Это очень сильно радует. Хотя бы что-то можно будет увидеть. Здесь горник в пустынку работает. Не знаю, вы меня слышите или нет. В общем, я стараюсь вам какой-то кинбэк дать. Короче, как-то так. Ребята, проехал первую попытку. Короче, что-то там 85 баллов. Но вот вы мне объясните, как можно ехать и собирать то, чего нет. Мы как бы не с высоты птичьего полета смотрим на вот эти зоны, Чингоу, там, Адитасы. А мы сидим жопой на асфальте, как бы, ну, сколько-то, полметра. Мы... Их не видно, реально. Я вот сейчас посмотрел свою попытку в трансляции. И я понимаю, что я просто не вижу туда ехать. Какие там Адитасы, там просто едешь, думаешь, где бы зону, как бы, трансляции идти. Не то, что, говоря, активно ориентироваться. Поэтому... Ну, сейчас буду все эти зоны поглубже, видимо, брать. Буду куда-то ориентироваться, непонятно куда. Просто буду ехать глубже. Короче, как-то так. Финиша, и все будет сделано. И он окажется, собственно говоря, в топ-16. И с Греки будет встречаться. Такая тоже у них судьбинушка. Ну, а пока билисера Капота прорабатывает на Т-2. Очень растягивает перекладу ВЗ-3. Продолжение следует...